Неправильно. Если неправильно, то вообще ноги надо стрелять, подрезать тех лидов. Давайте использовать GSF. Это бы хорошо у меня смотреться в резюме. Но нам надо рендерить, например, вот для такого окошка для мобильных приложений. Но GSF очень хочется. Ты берешь GSF, он говорит, ну я вообще для настольных приложений, у меня вот такого размера компонента. Комиссионер же он такой календарик, а GSF говорит, у меня нет такого календарик. Работать животные, ну да. То есть это вообще плохо, ну с дурацким тем лидом, тех лидом вообще мало. Потому что тех лид хороший, может оказываться, что есть 10% задач, жизненный цикл и общая модель которых не вкладывается в модель фреймверка, которую вы используете. Вот для сервлетов, то есть это вообще реактивная система. Пассивная штука, в ней нет своих потоков, считается. Она ничего не делает, ничего не хочет. Приходит запрос, в рамках обработки запроса все гудят, гудят, гудят. Потом запрос фактически обработан каким-то образом. Либо ушло в базу, либо трендили в HTML, и система опять пассивная. И вот оказывается, что у вас система в самом деле активная, потому что вам нужен свой гарбич-коллектор. Какой-то поток, который обнаруживает, что у вас в базе, ну человек заполнял, заполнял форму и бросил. Когда еще это возникает? Когда, например, делаются всякого рода, где я сталкивался, акции в интернет-магазине. Человеку дают линку, если ты на нее нажимаешь, ты автоматически уже почти зарегистрирован. У тебя есть корзина покупок, где уже тебе положили там рождественские товары со специальной скидкой и все. Соответственно получается огромный поток людей, которые просто плацают по скидкам и уходят. По ссылкам и уходят. И у вас вот эти в дробном состоянии товары полузарегистрированные, полуготовые. Насчет отвала базы данных, где я это встречал. Есть три сайта для контекстной рекламы. Да, это был тогда Google AdWords, Яндекс. И вот такая штука. У каждой из них надо дать контекстную рекламу. Каждый из них в своих местах представляет контекстную рекламу, но когда рекламные агентства пользуются, они хотят иметь еще один сайт, наши собирались продавать, для мега-контекстной рекламы. Я хочу, чтобы по ключевому контекстной рекламу. Берем, да. Турция, правильно? Сам внизу надо. Тут он внизу. Нет. Посередине. Вот вот Турция. Нет? Нет. Нет, как вам честно. В Гугле очень точно есть. Очень хочу, наверное, написать. Ну вот, вверху, у вас, наверное, видно, что она серенькая. Ну вот, Ad. Ad, сокращение AdWords, реклама. То есть люди платят, тут появляется, значит, Y реклама. Ты говоришь ключевое слово в Гуглу, и, если эти билеты, ключевые слова, показывают твою рекламу. Вот. У каждого сайта свой API. Была идея сделать свой сайт. Такое, что ты к нему даешь ключевые API весьма похожие. Даешь свои ключевые слова, бюджет и проценты. Ты говоришь, вот мой бюджет, мои задачи зарегистрировать на всех сайтах. У них у всех какие-то. Тут там веб-сервисы, тут что-то, PHP вызовы. Тут вообще что-то непонятно. Ну, в любом случае, какие-то PHP типа веб-сервисов. Если шлешь запрос на эту формулу, то получаешь, регистрируешь, дирегистрируешься. Так вот. Ты говоришь, например, вот вам 10 тысяч долларов, и, пожалуйста, сюда 50 процентов, сюда 30 процентов, сюда 20 процентов. То есть дается реклама, и бюджет делится так. Потом я захожу, и оно говорит мне, у вас 100 тысяч посещений за последний месяц. Из них с Google пришло столько, с Яндекса столько, оттуда столько. Ты говоришь, да, туда процента выделить больше. Классная идея агрегатора, да, как поисковик, все это агрегатор. То есть брать чужую инфу, сгребать и продавать. И возникла такая огромная проблема. Заключается в том, что когда я делаю какое-то действие, то я иду на один сайт. Он говорит, окей, да, мы такую рекламу запустили. Иду на другой сайт, он говорит, да, окей, по отпуску в Турцию мы запускаем. Иду к этим ребятам, он говорит, нет, не получится. Сайт временно недоступен. А у меня получается что? У меня пришел запрос от пользователя. Он говорит, я хочу стартовать рекламную кампанию. Я в рамках запроса делаю три запроса. Жду, допустим, каждые по секунде. Если они все стартовали рекламную кампанию, я рендерю страницу HTML, ок, круто. То есть я послал им, дождался ответа, одновременно в три потока, естественно, не очень. Они ответили все, ок. Я сохранил базу данных, что ок. Всегда, когда рендеришь страницу пользователя, на начале сделать коммит. То есть ты пользователю показываешь только то, что есть реальность. Ты говоришь, да, ты зарегистрирован, потому что ты сделал коммит в базу. То есть лучше показать ему непонятно, что на сервере. Сервер именно недоступен, и он не будет знать, за рендингом он или нет. Хорошо. Возникает проблема. До двух достучался, до двух достучался. Первое, что рендерить пользователю? Два косаря зависли. Да. Вторая проблема. Ломается модель, при которой товарищ нажал кнопку, мы поюзали три сайта и отрендили ему ответ. Ломается, потому что у нас теперь появляется зависшая такая. Возможно, мы смотрим, если больше, чем половина бюджета освоена, то мы говорим, что окей. То есть нам не удалось достучаться до сайта, куда 20% уходит бюджета. Но теперь у нас появляется некая активность. То есть в базе данных есть как бы таблица работ, которую надо закончить. Надо так исходить и здесь выполнить работу. Это начинает очень сильно вообще ломать модель том-кэта, сервлета. То есть у том-кэта нет как бы потоков, ну мы не можем повесить таймер-таск. Но уже какая-то активность, которая будет эти работы выполнять. То есть это уже миф том-кэта. Получается, наверное, гордить что-то свое. Вот garbage collector то же самое. Находить работы, которые не удалось завершить и что-то с ними делать. То есть когда человек управляет, например, если так и не удалось заиннестрировать, хорошо, мы завели отдельный пул потоков, он все время висит, лезет в базу, вычитывает работу раз в 10 минут и пытается их закончить. И теперь они полезли в базу и так и не удается зарядиться. Сходили на бегун, бегун говорит, ты используешь слово, которое в принципе не может быть ключевым. Оно ругательство по-нашему. Например, Google у нас не хотел принимать слова, которые были чужими торговыми марками. Ты не можешь давать свою рекламу, вешать на слово adidas. Ты это узнаешь в своем потоке. И вопрос, кому тебе это сообщить. То есть система реактивная. Приходит запрос, ты на запрос отреагировал и отдал HTML, в котором рассказано, как ты отреагировал. А вот у тебя есть отдельный поток, который пришел к какому-то мнению, что какую-то работу нельзя завершить. Что теперь делать? Что этому потоку делать? Не рисковать вообще, не отрендерить ему пока, не все они откликнутся. Это тогда зависит. Да, жди, чувак, где не платишь, подойдет. Тогда никто не будет к твоему посредине. Либо надо заложить отдельно в базе какую-то таблицу сообщений. И ставить фильтр, допустим. И когда заходит запрос, сообщение кисиных пользователям. Иванову, двенадцатая работа не закончена. Петрову, пятнадцатая работа не закончена. Когда заходит запрос, в фильтре лезть в базу данных. Брать идентичность чувака, если он заложился, Иванов. Идем в базу данных. Если Иванова не закончат работы, которые, например, не закончены, или работы, которые мы не смогли закончить. Эту инфу, допустим, как-то накладываем в запрос. И она в юхе сделает какой-то компонент, который читает по какому-то ключу. То есть, если в request есть, например, там, не знаю, bad words, да? С такого ключа начинается. То там будет коллекция строк имен незаконченных работ. И, соответственно, на каждой странице делаешь ему шапку, меню, и туда эта штука высыпается. А если он не делает запросы? Чек пришел, перевел деньги, класс. Мы говорим, окей, реклама старталов, он больше к нам не заходит. Да, ну вот, например, подобная проблема была. Они возникают достаточно часто. Подобная проблема была с интернет-казино. Идет розыгрыш. Как работает jackpot? Назначается секретная какая-то сумма рандомайзера. Допустим, от 0 до 100 тысяч. Дай, допустим, 55 732. Люди заходят. И, Валов, у вас есть хороший генератор случайных чисел? Да, 14. Люди заходят, делают ставки на всяких там рулетках, да? И, кажется, когда делают ставку, эту сумму проявляют к общей сумме. И вот, когда эта сумма, то есть первый, кто превысил эту секретную цифру 55 736, тот срывает jackpot и ему всю эту сумму отдают. Ну, типа, делайте ставку. Чем больше ставок ты делаешь, тем больше вероятность, что, ну, то есть, если ты тысячу рублей сделал ставок, то ты, то есть, если от 0 до 100 тысяч, а ты сделал тысячу ставок, то ты 1% вероятности твой. Вот. Возникает первая проблема. Смотрите. Это число является, этот счетчик является синглитоном на все приложение. Ну, когда Иванов добавляет, да, потом Петров одновременно с ним делает. И Сидорова добавляет. Мы даже складываем их. Значит, у нас чудовищная проблема с пластеризацией. Потому что, если Иванов зашел на один комп, а Петров на другой, нам-таки надо эти данные систи вместе. Вторая огромная проблема. Мы, фактически, можем рендерить ответ о срыве jackpot только в рамках, когда человек нажимает, он на своей, там, мобилке, нажал кнопку, да, он хочет поставить 3 рубля на рулетке. Приходит запрос. Ну, мгновенно можем поставить 3 рубля. Но нет. Нужно пойти в тот синглитон, который отвечает за jackpot. Искать плюс 3 рубля. Дождаться его ответа. И человеку прямо отрендерить, что ты сорвал jackpot или не сорвал. Почему? Потому что, вполне возможно, человек второй раз больше никогда не нажмет. То есть мы не можем рассчитывать на следующее. Приходит запрос, человек говорит, я ставлю 3 рубля. Мы ему рендерим ответ, молодец, играй дальше. Систему. Агель найдет плюс 3 рубля. Там в системе написано, что уже есть 10 тысяч. А jackpot 10 тысяч 2. Где-то там, например, на уровне базы данных, на уровне сети. Ну, как мы делаем синглитон на классе? Непонятно. У нас две машины. Вот. Половина запроса сюда, половина сюда. Они уже с собой даже шарят данные. Один jackpot. Прибавляем. Обнаруживаем, что стало 10 тысяч 3. Мы превысили jackpot. Значит, этот товарищ сорвал и получает тысячу и два доллара. Да, и у вас есть таблица сообщений, которые надо при следующем запросе ему отрендерить. Ура! Уже ты сорвал jackpot. Однако, по бизнес-правилам, мы не можем надеяться, что он сделает второй запрос. Возможно, это последний ход чека. Возможно, он впервые зашел на наш сайт. Возможно, игра состоит из одного клика. Ты ставишь рубль, а нет уже в рендере. Ты либо два рубля получишь, либо ноль. И все. Человек больше к нам не зайдет. Из-за этого нам говорят, не-не-не. То есть, требования сугубо вот такие реактивные. Запрос. Вот все, что в запросе произошло, все, что товарищ у нас знает, надо в ответе его отрендерить. И еще скорость рендерить – 50 миллисекунд. И у вас это синглитон. И все люди идут через него. Вообще все игры. В данном случае, что я хотел показать? Первое. Есть разные модели. То есть, сервлеты – это реактивная модель, при которой у вас база данных фактически тоже. Она для вас стоит пассивная, вы посылаете запрос, получаете ответ. После чего она для вас все еще пассивная. Как только появляются другие модели, в которых вам нужны потоки, которые периодически что опрашивают, у вас возникает разлом, потому что вы не знаете, куда рендерить ответ. Это первое. Второе. Любые ситаны очень внимательно относиться к синглитону. То есть, если у вас… То есть, их надо неисто выписывать и выпиливать из любой технической логики, или грамотно прятать очень, или… То, что ты заводишь синглитон – все чудесно. Он классный, мгновенно работает. Потом к этому синглитону навешивают вот такое состояние. Эту синглитону может быть сто пятьсот разных полей, это огромная коллекция, их надо менять, все-все-все. И под твоей блокировкой в синглитоне, когда человек заходит, там, э-д-д-д, да, там, calculate, есть ли у меня джекпот, под ним, например, там, десять миллисекунд идут вычисления. Он тебя синхронизит, значит, один процент времени он занят. Десять миллисекунд – это не секунду. Если у вас есть бизнес-логики синглитона, надо очень четко их фиксить с первого же момента. То есть джекпот – это вот такой синглитон. Потому что они фактически делают невозможным практически пластеризацию. То есть потом к вам приходит, говорит, знаете, что вот ночью была перегрузка продакшн-сервера, за пять минут у вас там хорошо системы настроил, что-то упало, автоматом GVM, TomCait, все поднялось. Но пять минут сервер не работал, у нас недовольны клиентами. Давайте просто поставим две машины идентичные. Лог-баланс, и будут разбрасывать запросы. Одна выгорела, все. То есть идея хорошая, вы берете свой вареник, обнаружите в нем пять синглитонов, и говорите – нет. Ну иначе у вас в системе с точки зрения меньше пользы. Будут два синглитона. Ты попал на левый пол, на сервер или на правый сервер. Там джекпот уже почти сорвали, а тут еще почти не сорвали. Кроме того, у меня в первых системе появляется два джекпота. Вот тут надо быть очень внимательным. Из интересного две самые популярные штуки для нагрузочного тестирования. Джиметр, написан на Java, и Цунг, написан на Ирланде. Цунгом пользуются, по-моему, в Яндексе, а Джиметр, мне кажется, в Гугле. Ну, там, наверное, много чем пользуются, но у меня какая-то ассоциация такая. Джиметр написано на Java, работа на Java. Если хотите, когда пишите веб-приложение, вы достаточно легко поставить, фактически это веб-браузер технически. Ты указываешь, как ходить по страницам, а потом говоришь, давай. У нас максимальная плотность начинает входить. И тогда очень легко посмотреть, что вот вы что-то положили, у вас без connection pool, а сейчас там 200 запросов в секунду. Вставляйте connection pool, у вас хряп 700 запросов в секунду. Ну, ручками вы такие цифры не получите. Если у вас production проект со старыми требованиями, желательно попробовать внедрить G-Unit. Это реально можно за один день сделать, и тогда можно иметь конкретные метрики. То есть, если клиент начинает требовать чего-то ужасного, то можно всегда посмотреть на цифры, что изменилось. — G-Unit или G-Metal? — G-Metal, да. — G-Unit или G-Metal? — G-Metal, да. — G-Metal. 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 — Хорошо. Так. Смотрели уже. То есть, это по сколько connection выделят. Идея такая, что если connection не хватает, их выделяют сразу вот четыре штуки. Ну, я думаю, что стартует активность по выделению. То есть, getConnection, 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 getConnection. Как только первый получен, вам его возвращают. Ну, а потом в качестве инерции выделяют еще connection. То есть, для того, чтобы у вас задержка была только один раз. То есть, вы уперлись в потолок, получили свой connection, а потолок отъехал не на единицу, а на четыре. Количество попыток получить connection. Задержка между попытками. Это означает, что если мы попробуем получить connection, а pool, а gdbc-driver выдают там какой-нибудь SQL exception, то ждут 100 миллисекунд, пробуют получить еще раз. Ждут, пробуют, ждут, пробуют, ждут, пробуют. Потом. Количество максимальное prepare statement в одновременно живых. Поскольку prepare statement на этой стороне, вполне возможно, соответствует какая-то структура данных на той стороне, в myscale. Если у вас вход будет работать неадекватно, возможно, вы заставите создать огромное количество prepare statement. Да, gdbc-спека ничего не говорит о том, как реагировать на prepare statement. Ну, точнее, не так. Prepare statement может вообще ничем отличаться от обычного statement. Быстрее лист statement, то оно легко. Ты дальше ему scale, назад получаешь result. Все, просто способ послать у scale. Prepare statement, у тебя есть сначала prepare фаза, ты делаешь scale, но с указом с висцательными знаками. А потом говоришь, давай-ка выполним только вместо висцательных знаков вот эти числа. Вместо висцательных знаков вот эти данные. В крутой базе данных. Когда ты gdbc-драйверу даешь prepare statement, он отсылает его на серверную сторону. Там делают предварительный анализ, распашивают, как и scale, строят план запроса. Ну, и scale же, может быть, и страницы, и две, если хибернет генерирует их автоматически. После чего, тут выделяется какая-то структура данных. У нее есть ID. И тебе присылают этот самый ID в драйвер. Когда ты в аппарсивные знаки заменяешь данными, то туда, по сокету, идут эти данные и ID. Там уже готовую структуру данных. Ключ вставляет данные, запускает по базе. Может оказаться, что, если база данных плохая, или драйвер сырой, только начали писать, либо базе данных нет такого функционала, либо же драйвер только начали писать, какая-нибудь новая база данных. Ну, хотя бы в ряде, то есть новая революционная база данных. В таком случае, они могут эту же логику делать на драйвере. Но при этом, получается, что придется анализатору SQL писать GDBC драйверы. В худшем случае, ничего этого нет, и prepare statement работает через обычный SQL. Ты лишь prepare statement. Они говорят, да, да, окей, мы его подготовили. Они говорят, как execute, они вставляют и говорят, вот тебе SQL. Насколько я понимаю, мир database администраторов, если SQL действительно здоровенные, то фаза выполнения своего SQL может занимать не так много времени, то есть меньшую часть времени, чем анализ этого SQL. Всего надо проанализировать, просто синтаксически. То есть разобрать, допустим, 6 страниц текста. Какой-то очень аналитический запрос. Второе. Построить план запроса. То есть хорошая база данных собирает статистику о своем содержимом. И она выбирает, каким образом собственно реализовать этот запрос. И только потом выполняет. И может оказаться, что вот эти предговорительные операции стоят намного больше. Хорошо. Вот такие для development mode. Это может очень сильно помогать в реальном проекте. То есть если у вас какие-то инструменты, включая такой development mode, это очень классно. можно включить и автоматически GDB Connection Pool будет детектировать, когда вы вызываете Close Connection, но не вызвали Close Statement. Не то, чтобы это плохо, по спеке они закроются автоматически. Но возможно потенциально это ошибка. Если вы договорились сами с собой всегда сначала закрывать statement, потом connection, и если обнаружилось, что это не всегда так, означает, что вы где-то теряете statement, и вы забываете его учитывать. Что происходит? срезать цепь, она не борется, да? Судя по всему, нет. Я не нашел. Вот, какие-то транзакции, что-то логи можно включить. В общем, все, что нашел, включил, но пока эффекта не увидят. Статистика. Так, вот еще интересное. А где у нас периодически еще пойдет в базу? Да. Что происходит? Всякий connection pool. Надежда, потому что, конечно, при нем фактически возникает две задачи. Первая. Когда, ну, одна... Когда начинается нагрузка, connection не хватает. То, как их наращивать? Ну, например, максимальный предел, и по сколько штук. Уперся в потолок, еще десятку выделили, или две, или одну. Вот. Вторая. Через сколько времени их прибивать? Если ты его не используешь, его не определить. Хорошо. Это одна проблема. Вторая проблема. Что-то лежит в пуле. Вопрос... Если он там лежит очень долго, считать ли по дефолту, что оно живое? По соку, connection, пролежавший полчаса в пуле, которые вообще не вызывали. Не факт, что my scale на том конце считает, что connection живый. То, что фактически, если ты... У тебя придет поток, ты выдашь ему connection, он его спросит, а my scale я не знаю такой штуки, то человек получит my scale exception. То, соответственно, по connection можно настроить, и время от времени будут идти фактически такие себе scale ping. То есть на ту сторону базе данных будет пускать, вот я настроил, что раз в минуту. То есть если connection не используется уже одну минуту, убиваем мы его через десять минут, но уже через минуту, поскольку он не используется, ему пускается такой глупый scale. В данном случае, джавадок, я делал с джавадок. И тут начинается привязка к базе данных. То есть они говорят, что my scale особенно хорошо они рекомендуют вот это. Чего даже comment ping, потому что тогда my scale умудряются уложить этот запрос в один пакет. Возраст select now, да? А у подвеса они рекомендуют select now. Скажите, просто урок он такой равнется. Да. А что ж для урока тогда? Тут не примет. Не знаю, читать какая-то статья. Ему проще select now сделать, чем select 1. Я не знаю, то есть. хорошо. Да, вот тут я рекомендую, то есть при желании это было очень круто взять и почитать от бонуса. Просто методы, которые есть. У него очень много сетеров. Это сетеров. Это сетеров. Лучше книжку 500 страниц есть по нему, нет? Я думаю, на 1500. Суть в том, что поскольку это реальные боевые tools love, которые многие используют, то это полезные вещи. То есть это реальность пользоваться в жизни. И вот, наконец, есть инитосферия. То есть, судя по всему, когда они получают connection, есть такой прогревочный сферий. А он сетпул стратегию это может быть? Нет, пул стратегию я выставляю. И нитосферий не выставляю. Пусть меня идут. Там можно почитать jadov или ввести в интернет быстро. Гоны цп. Имя метода. И возможно не сказать, что вот такая база данных может выдавать какие-то непрогретые connection. То есть, возможно, есть понятие прогрева. Зачем по-новому? По-новому connection, зачем запускать SQL? Наверное, какой-то глупый. И то, что имеет такую хорошую тулуловину, можно, во-первых, понять, о чем вечером заняться. Уже немного маленьких знаний. Это не вечером, это ценный день. Для недели на две недели. И оно такое бывает. Берешь новый франьберг, да, и находишь по нему книгу 800 страниц. И понимаешь, что вот эту книгу вот сегодня читать не буду. Тут солнце уже переклонилось через склады. И нет. Ну, то есть, нет. И так и за месяц. У меня больше хочется. А тут берешь. И оказывается, что есть штуковины. У меня есть просто, как бы, вот 50 атомарных сетторов. Половину тут стейтмент кэш-сайт. Заходишь, читаешь Javadoc. Они что-то рассказывают. Какие-то проблемы. Вводишь. Ну, то есть, сервис ордер. Какие-то. Тайм-лимит-мимит. Вот что это, то есть. Эти штуки позволяют, как у Джошуа Блохо и таки на Ява, просто 70 маленьких автономных советов. Всегда можно один совет прочитать. Хорошо. Давайте сделаем перерыв и пойдем по RBC по методу информации. на Санкт-Петербурге. Следующий, второй накл'dок. Продолжение следует...